Переход Щелковского района в единый областной расчетный центр планировался уже давно. И вот в декабре долгожданное событие наконец-то состоялось. В почтовых ящиках жителей появились новые платежки, но вот то, что в них написано, щелковцев совсем не устроило. У кого-то появилась непонятная задолженность, у кого-то исчезли льготы, а кто-то так и не понял, сколько же ему нужно платить за коммунальные услуги. Как и кому жаловаться, жители не знают. Поэтому мы встретились со специалистами Щелковского расчетно-кассового центра и получили ответы на самые популярные вопросы о новых платежках. Ну и первое, о чем хочется спросить, это о причине перехода из ЕРЦ Щелковского в областной. По словам представителей местного расчетно-кассового центра, такая необходимость навеяна временем. Переход плановый, требование времени для организации прозрачности расчетов между потребителями коммунальных услуг и поставщиками. Уже примерно полгода мы размещаем символику областного ЕРКЦ для обеспечения понимания необходимости этого перехода. А теперь вернемся к долгам. Откуда они появились в новых квитанциях и в чем причина возникновения этих цифр в платежках? Представители Щелковского расчетного центра утверждают причины в технических проблемах, связанных с переходом. Платить эти деньги, если у вас действительно нет долгов, разумеется, не нужно. В связи с переходом печати квитанции из расчетно-кассового центра Щелково в Мособл-ЕРЦ, возникает ряд технических проблем. В частности, из-за этого была допущена задержка в выпуске ноябрьской квитанции, то есть решали эти вопросы. Но, к сожалению, целиком решить не удалось технические вопросы, которые при этом возникли. Это не влечет никаких последствий для жителей и, соответственно, по мере выявления этих ошибок и получения информации от жителей, либо в порядке заявлений, либо в порядке обращения личного, это все будет исправляться. И здесь по этому поводу переживать не нужно, никаких проблем дополнительных для жителей это не несет. С долгами все ясно, а что с льготами? В новых платежных документах они куда-то исчезли. Согласно новому порядку, расчетный центр Щелково теперь все начисления по льготам передает в Мособл-ЕРЦ. Мособл-ЕРЦ, в свою очередь, эту информацию доводит до сведения органов соцзащиты. Они соответствующие суммы перечисляют жителям, ну выплачивают их, в принципе, всем предполагают, что они будут перечисляться на карточке. После того, как они будут перечислены, соответствующая информационная строка в следующих месяцах, она будет появляться у них в квитанциях. Это информационная строка, вот такое изменение, оно теперь вот в квитанциях будет. Вот, а если, скажем, сейчас вот в текущей квитанции этой информации нет, ну просто потому, что вот это первый месяц, да, по следующим месяцам цифра, которая была перечислена органами соцзащиты, она появится информационной строкой в квитанциях. Сотрудники Щелковского ЕРКЦ подчеркивают, по любым вопросам, касающимся ошибок в квитанциях, жители могут обратиться в местный расчетный центр. Его сотрудники обязательно примут заявление и попытаются исправить все недочеты. Все несоответствия в квитанциях по мере обращения к нам в расчетный центр будут исправляться. И, опять-таки, они не влекут никаких дополнительных проблем. Значит, не нужно сейчас по этому поводу переживать, сдавать, так сказать, какой-то, ну, так скажем, искусственный ажиотаж, тратить нервы в очереди там и время свое для того, чтобы в срочном порядке что-то решать по этому поводу. Нужно просто оплатить текущую сумму, так сказать, если она не вызывает принципиальных вопросов, а сумму задолженности решить в рабочем порядке. При этом, если есть какая-то сумма именно по текущему месяцу, которая вызывает вопросы, опять-таки, которые возникли, скорее всего, по причинам технического характера, например, по расчетам, по счетчикам за воду, либо электроэнергию, либо, может быть, какие-то там суммы страховки, которые, так сказать, люди там никогда не платили, то, соответственно, эту сумму она должна просто вычеркнуть из своей квитанции, указать, там есть поле, где указывается сумма к оплате, там можно написать свою собственную сумму, поставить подпись, за что вы платите, то есть за вычетом вычеркнутых позиций, и эту сумму заплатить. А опять-таки, по этим вопросам перерасчета обратиться к нам, и эти вопросы все будут решены по мере обращения. Ну и, конечно, главный вопрос, как связаться с новым ЕРКС, ведь в новых квитанциях написано, что офис учреждения находится в деревне Гребнево. Сотрудники расчетного центра успокаивают, ехать за 3-9 земель не нужно, достаточно просто прийти в местное отделение Щелковского ЕРЦ. К тому же, все интересующие вопросы можно уточнить по единому телефону. В квитанциях есть телефон МОСОБЛ ЕРЦ, начинается он на 8 800. На всякий случай, для тех, кто не знает, этот телефон является бесплатным, независимо от того, с какого номера человек на него звонит, со своего мобильного или с городского номера. Соответственно, по каким-то вопросам, которые человек считает необходимым, обратиться в МОСОБЛ ЕРЦ, он это может сделать. Значит, обращаться туда лично по адресу, который является юридическим адресом МОСОБЛ ЕРЦ, нет никакой необходимости, потому что все данные для МОСОБЛ ЕРЦ принимаются нами в прежнем порядке и передаются в МОСОБЛ ЕРЦ для выпуска квитанции за текущий месяц. То есть, всю информацию, которую пользуется МОСОБЛ ЕРЦ, он получает от нас. То есть, я так понимаю, что жители могут обращаться к вам же туда, в ЕРЦ, когда они обращались? Да, совершенно верно.